Параспорт 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 Могу рассказать то, что увлекался музыкой в основном, да. Я музыкальную школу закончил, как бы, все детство я провел сидя за фортепиано, как бы, да. То есть со спортом меня вообще ничего не связывало, и в спорт я попал абсолютно случайно. Я занимался профессионалом плаванием, по плаванию третье место на республике Казахстан. И что, я теннисом занимаюсь, постольным. В шоу в 14-м, нашел у меня тренер сам, по паре текан-до, через маму, или через папу, что-то такое. Номер взяли, пригласили на тренировку. У меня вот тренер, мы встретились с тренером, мы тоже, не знаю, рассказывать не рассказывать, как мы с ним встретились случайно вообще. Мы там, в цоне, там, я стоял, он ко мне подошел. Я стоял в цоне, документы оформлял, он ко мне подошел. Ну, там, естественно, в цоне, сами понимаете, основка такая напряженная всегда. Идет, тренер подходит, типа, вот, как дела, так и так. Давай, пойдем к нам, позвал. Я в текан-до в 16-м году начал заниматься, а меня тренер свой пригласил. Ну, в 15 лет я сюда попал, и, как бы, я уже скоро шестой год пойдет, как я здесь. На столе как попал? Ой, это забавная история. Ну, меня, так сказать, нашли. Ну, что ж, вас нет, не нашли. Да, нас всех нашли. Вот, можно начать с Карена. Карен начал заниматься с 14-го года. Ну, вот, у него каждым годом результат вышел, вышел. Чемпион Европы, дважды призером мира был. Хотя, о, золото взять, но чуть-чуть не порезло. Ну, идет к цели, хочет на Олимпиаде выступить сейчас. В 24-м году. Ну, Платон. Ну, Платон молодец, он начал заниматься. Поначалу, да, стеснялся. Не хотел даже в зал заходить. Сейчас уже все, каждый день, день-два раза даже, наверное, тренируется. Ну, уже знать, чем занимается, для чего. Ну, Иерлан, он еще молодой. Если поначалу, да, не запонимал, чем занимается. Это, как бы, учится в спортивной школе для людей. Хорошо и пора, это спортивная школа, колледж Олимпийского резерва. Ну, вот, я такой класс закончил. В этом году первый раз принимал участие на чемпионат Азии. Да, мог лучше выступить, но показал результат, все равно. Третье место, как бы ни было. Для начала это очень хорошо. И Доврен, Доврен тоже, позже начал в 16-м. Ну, уже на уровне Карена, уже выступает уже, уже принимал участие на чемпионате мира. Ну, молодец, тренировок не пропускает, посещает. Успевает еще на плавание ходить и на теннис. Ну, я первый раз пришел, конечно же, посмотрел. Ну, было, конечно, очень страшно. Я посмотрел, как молодые, ну, в основном, парни молодые, девчонки, как они там, у них ноги до потолка летают. Я так посмотрел, развернулся, ушел, короче. Думаю, нет, это не для меня. Ну, потом меня переубедили, еще раз, давай, еще раз, приди, еще раз пришел. И, ну, так постепенно, постепенно втянулся. Ну, мне это тяжело давалось. Это было интересно, любопытно и одновременно непонятно. То есть, я первое время вообще не понимал, чего от меня хотят. И, как бы, со временем освоился. Доверный зал, родился, начал тренироваться, познакомился со всеми. И все, вырубил. Первые соревнования у меня были в Польше. То есть, меня вот так вот сразу взяли, вывезли за границу. Меня целый год готовили. Большие надежды на меня возлагали. Ну, оправдал, возможно, в какой-то степени. Я взял первое. Я чемпионом Европы стал. Вот первый раз, и вот так вот сразу. Во-первых, чемпионат Азии. Сразу в Ливане. То есть, он дошел, занял третье место. Ну, это, во-первых, это ихний труд, ихние отношения. Как они будут работать, готовиться. Мы-то свою работу будем делать. Кажется, самое главное, найти себя где-то в чем-то, какую-то себе цель. И все. Будет поначалу, можешь не получаться. Но все равно пробуй, стараться. И рано, если будешь пробовать, все равно рано или пузырь ты найдешь, чем себя занять. Тем более, у нас сейчас столько возможностей для всех. Не уходить с трендровок, достигать вершин. Главное, учиться теперь. Стремиться добиваться своей цели. Идти, идти в своей цели. Может, я уже в это время буду с какой-нибудь медалью, что... А я же говорил, да, надо сказать, я же тебе говорил, да, что главное не сдаваться. Я так думаю, я и так, в принципе, не буду сдаваться. Как бы, что я тебе могу сказать? Ну, очень могу сказать. Я же тебе говорил, да, вот не сдавайся, и все будет хорошо. Да, вот ты будущий обладатель золотых медалей, да, сколько там сейчас у тебя медалей. Ну-ка, давай посчитаем. Не знаю. Я молодец. Вот что я скажу. Главная цель наших паратеквандистов – золото на паралимпийских играх. Смотря на них сейчас, на их упорство, настойчивость, силу воли и каждодневные тренировки, можно точно заверить, что через три года эти ребята с гордостью поднимутся на пьедестал, прославляя нашу страну, а наградил их будут золотые олимпийские медали. Ребят, давайте о себе в трех словах. Какие вы? Целеустремленность. Ну, целеустремленный. А, продолжай, да? Умный, красивый. Я могу долго продолжать, да? Взрывной, добрый, красивый. Ну, добрый, позитивный, возможно, ответственный. Ой, Калин, не скромничай. Классный, умный, красавчик. Красавчик. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!